Товарищ полковник, личный состав роты в честь открытия проекта «Зима в спецназе» построен. Командир роты подполковник Фельмонов. 40 ребят в строю на самом деле не солдаты. Это студенты двух московских вузов. Тех, где есть военная кафедра. Только вместо скучных лекций в университете, ближайшие две недели у них пройдут весьма занимательно. 3 февраля стартовал проект под названием «Зима в спецназе». Мы видели, как студенты занимаются на военной кафедре, как раз за разом туда ходят. Но они увидели огня в их глазах. И хотелось привить им и возродить интерес к военному делу, к тому, чем они на военной кафедре занимаются, показать это с другой стороны, как это действительно происходит в жизни. Проект уже четвертый год. Причем проводят его как летом, так и зимой. Сейчас, естественно, условия жестче. Погода ребят не балует. Однако сюда, на базу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища попали только лучшие из лучших. Отбор был жесткий. Наряду с физподготовкой оценивали и общую успеваемость. Поэтому в строю только лучшие из лучших. На самом деле, сбор уже начался со вчерашнего дня. Мы уже прочувствовали очень много, часть этой военной жизни. Так сказать, многих голова уже начала думать совершенно иначе. И они поняли, что тут жизнь будет чуть по-другому. А с тем, что армия, а тем более спецназ, дело сугубо мужское, может поспорить вот эта милая девушка. Зовут ее Марина. Она студентка третьего курса Российского технологического университета. Я хотела поехать на землю спецназе, потому что я была на леди спецназе. Мне очень понравилось. Поэтому вот решила перед, так сказать, новым учебным семестром отдохнуть. Человек, который сам переступил через трудности, он получает от этого потом огромное удовольствие. В процессе тяжело, в процессе хочется плакать. Бывает такое, я видел, как люди плакали от ярости, пытаясь сделать больше, чем они могут, чем организм позволяет. Но они проходили через это, и потом это огромное удовольствие доставляло. Тактика специальная и стрелковая подготовка. Навыки выживания, действия в тылу врага, это и многое другое. Ребятам преподают профи, педагоги РВВ ДКУ. Забрать груз. Спасти пленного и прибыть с ним на опушку лески. Две недели спустя, 15 февраля, у ребят боевое крещение. Все, чему они научились, надо демонстрировать в реальных условиях. Бой! Стреляли из автомата Калашникова, пулеметы и снайперских винтовок. Результат, если не отличный, по марке все же были, то хорошо можно ставить смело. Но главное, так называемый отчетный бой с проверкой прочности, засада на технику. Через считанные минуты по этой самой дороге пройдет колонна вражеской бронетехники. Это один из этапов обучения. Здесь студентам предстоит показать, чему они на самом деле научились за эти две недели и проявить эти навыки в постановочном бою. Стреляли из автомата Калашникова, пулеметы и снайперских винтовок. Рязанского училища, ВДВМ, техника тоже местная, поэтому занятия куда нагляднее и зрелищнее. Мы считаем, что именно практическая подготовка помогает ребятам в реальной жизни показать, чего они научились, будучи студентами, курсантами наших военно-учебных центров в нашем университете. И, безусловно, дает им возможность дополнительно понять, чего они достойны, что они могут. Ориентирование на местности, ведение разведки, оказание первой помощи и многое другое. Всему этому ребята обучают преподаватели РВВ ДКУ. Чтобы студенты с военных кафедр видели армию не только в кино, но прочувствовали ее на себе. А некоторые, как новоиспеченный снайпер Марина Свободина, вернулись сюда снова или посвятили свою жизнь армейскому делу. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.